Но яблоко оказалось далеко не первой свежести. В новой версии iOS нашли новую брешь. Энтузиасты выяснили, что получить доступ к галерее, фотографиям, видеороликам, а также контактам на айфонах и айпадах можно всего лишь за считанные секунды. Именно столько времени требуется на то, чтобы обойти блокировку пользователя в девятой версии операционной системы от Apple. Цифровой пароль на экране, как вы сейчас можете убедиться, не спасает от взлома. Ну и сейчас об айфонах и о том, что вокруг них происходит. Поговорим с главным редактором портала чозасайт.ком, журналистом Иваном Звягином. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, вот сейчас ажиотаж, который свяжен с айфонами, он такой же, как был до этого? Или все-таки популярность падает? Ну, постепенно, конечно. Это уже не настолько длинная очередь, как было несколько лет назад. Но, тем не менее, они есть. Мне, на самом деле, утром звонили, по-моему, даже от вас и говорили, что ажиотаж очень сильно снизился. А сейчас мы видим, что все-таки очереди есть. Там, конечно, нет палаток. Как бы это было когда-то. Но, тем не менее, ажиотаж есть. Вот здесь у нас как раз будет идти этот ролик, где энтузиасты взламывают айфон, девятую версию. Почему? Вот мне кажется, что багов вот этих самых дыр стало в операционной системе больше, чем было раньше. Ну, во-первых, чем сложнее любой продукт, тем проще в нем найти некий изъян. iOS 9 стал сложнее. Там появились, во-первых, новые функции, связанные с этим 3D-тачем, распознающим варианты нажатия на экран. Но сильнее ты нажал или слабее? Да, да, да. Я имею вот это в виду. Ну, то есть, эта новая версия операционной системы, она еще в какой-то степени сырая. Вот, к сожалению, в последние годы такая тенденция. На рынок выпускаются достаточно сырые продукты, которые буквально на пользователях обкатываются. Для чего это делается? Чтобы все было быстрее, потому что есть некий цикл, в котором нужно жить в компании. Причем компании сами обыстряют этот цикл. Если раньше флагманы выпускали раз в год, теперь раз в полгода стараются выпустить. Частенько так. Кто-то переходит действительно на полугодовой цикл. Не то, чтобы они сами это делают, просто конкуренция. Вот в этом все дело. То есть, я думаю, что если бы Apple была одна на рынке, идеальная ситуация, никто бы не заставил ее делать новые продукты так часто. Знаете, мне кажется, что вот раньше, пару лет назад, наверное, никто бы не говорил о том, что Apple выпускает на рынок сырые продукты. Это было себе просто невозможно представить. Соглашусь. Почему? Гонка. Гонка. Все друг другу подстегивают. Очень неплохие продукты сейчас появляются из Китая, от того же Huawei, из Кореи, от Samsung. Все стараются сделать продукты получше. То есть, постепенно Азия учится и делает очень конкурентоспособный продукт. А мне кажется, что это связано не только с гонкой, про которую вы говорите, но и с тем, что нету Стива Джобса. Да вот, ну, может быть, отчасти, но на самом деле я так не думаю. Почему-то вот после презентации все как с цепи сорвались и все говорили, что Стив Джобс этого бы не допустил. Да кто его знает? То есть, нет же сослагательного наклонения в истории. Мы не можем знать, что бы он допустил, а чего нет. Тем не менее, мы можем сравнивать, что было при нем и что стало после него. Ну, так или иначе, компания развивается. Конечно, Тим Кук и Джонни Айф – это не Стив Джобс, но они таки стояли у истоков, так или иначе. Они придерживаются главной базовой такой позиции Apple – взять то, что уже имеется на рынке и сделать еще лучше. По-моему, пока у них это получается. Вы сказали, что они нести Джобса. В чем разница? Ну, во-первых, представьте, вы основали компанию, ее развили, там был кризис, вас оттуда уволили, снова позвали. Это, наверное, заставляет чувствовать какую-то дополнительную ответственность и дает какие-то просто стимулы. А когда… Ну, не то, чтобы вас взяли на работу, конечно, там у всех своя долгая история в компании. Но когда у вас есть некий просто продукт, а не детище, которое нужно развивать, это, наверное, другой подход, просто немножко, менее персонализированный, что ли. А нет ощущения, что это почивание на лаврах? Что Apple наплевать, вы все равно будете покупать наши продукты? Ну, в какой-то степени это же не желание облагодетельствовать человечеству, это просто бизнес для всех. В любом случае, главная цель компании – это заработать денег, чтобы как минимум остаться на плаву, а желательно еще и получить прибыль. Соответственно, ну, я бы не стал кого-то в этом упрекать. Это бизнес, ребята. Мы зарабатываем деньги. Ну, конечно. И делаем это вот на вас, уважаемые наши покупатели. Есть некая идеология. Идите к нам, приносите деньги, а мы вам дадим сырые продукты, скажем спасибо, и через полгода снова позовем. Он наименее сырой из того, что я сейчас вижу на рынке. А вы с чем сравниваете? С Android? Ну, в том числе, да. Или с Windows? И с тем, и с другим. На самом деле, ну, скорее всего, да. Я бы сказал, что iOS и вообще продукты Apple наименее глючные, наименее тормозящие при прочих равных. То есть получается, что, во-первых, мы признаем, что все производители нас держат, не хочется употреблять слово «идиоты», но примерно так, и дают нам просто сырые продукты. Ну, если грубо говорить, то да, да. А Apple? Раньше все гнались за тем, что делает Apple. Теперь Apple стала подражать. Ну, опять же, можно и так сказать, в чем-то, да. Скажем, в плане нововведения вот этого 3D Touch в смартфон, китайцы успели первыми. Huawei на неделю или полторы раньше успел. Но когда разница в неделю-полторы, да не знаю. Такое ли уж это достижение? В любом случае, Apple был первым и сделали первыми такие часы с этой технологией. Да, для того, чтобы еще больше увеличить свою прибыль. Конечно, они показали сначала один продукт, а потом, опять же, улучшили эту технологию и перенесли на большой экран. Большое спасибо. У нас в гостях был главный редактор портала чозасайт.ком, журналист Иван Звягин.